И вдвоем посмотрите на меня, пожалуйста. Еще разок. Илья и Егор рядом, да? Спасибо. Женя оставила. Вопросы. А с нами? Прямо на меня. Хотите сфотографироваться, значит, да? Я хочу. Чуть-чуть вот шажок, да, вот так. И втроем на меня посмотрите, пожалуйста. Еще разок. И рядом камера вот сюда, да? Спасибо. Подождите, еще одного персонажа забыли. Давайте чуть-чуть назад. Чуть-чуть ко мне шажок. И все вместе на меня, пожалуйста, посмотрите. Еще разок. Спасибо. Уважаемые господа, кто еще не взял интервью? Последняя возможность это сделать. Я уже не могу все встать. Женя, можно. Фигуристка. Уже актриса. Потому что понятно, что там будет театральная постановка уже. Теперь еще и цифровые тренинги. Что сложнее? Как это все вообще возможно совмещать? Надеюсь. Ну, прям, прям театральных, театральных прям нет. Все-таки у нас не долгое шоу. У нас все равно на половине спорта, на половине искусства. Так что какие-то прям театральные постановки я пока что поквастаться не могу. Но совмещает. Но работа у меня такая совмещающая. Что, ну, как-то так. Совмещается. Выходишь, делаешь просто свою работу. Главное хорошо. А можно, пожалуйста, вот вы в классную версию сказали, что у вас имя Авербург, можете просто поделить, чтобы вы ее вздавали? Это шутка такая, да. Родилась, потому что в прошлом году на Новый год мы катались «Вежнюю королеву», где я Герду катала. Но в этом году эту роль исполняет прекрасная Лиза Токамышева. В этом году мне досталась роль Дороти. И роль Дороти я тоже исполняла, поэтому у меня не больно родилась шутка такая. Но это просто, просто забавырали. Роль Дороти была 3 года, да. И сейчас вы быстро ли это все вспомнили? Какая это репетиция? Сколько вообще нужно времени, чтобы это все память восстановить? Ну, вот этот номер я вспомнила где-то минут 10. Ну, то есть если есть уже изначально постановка, то ее нужно просто доработать чуть-чуть, да, где-то. Просто 3 года назад довольно-таки просто мажорная ситуация была у меня. И с коньками были проблемы. И вообще, в принципе, вся эта постановка оказалась для меня большим стрессом. Поэтому для меня это большая удача, что у нас есть репетиции, что у нас есть вот такие вот открытые дни. И я четко знаю уже, что я выхожу на лед. И я знаю, какой именно номер я буду катать. Потому что в прошлом году с этим были проблемы, на самом деле. Так что, знаете, куда в этом году будет все поспокойно. Ну, а это какая репетиция? Это третья. Третья. И предстоит еще примерно сколько, чтобы понимать, сколько нужно было. Я думаю, репетиций 4-5. Достаточно. И все, что готовы поизвести. Да, для меня самое главное один прыжок поднять, поскольку я уделяла большое количество времени ледниковому периоду. И поскольку было очень много сил брошено именно на проект, у меня наступилось очень много дел в Нельда, тоже рабочих делах. Поэтому сейчас вот я стараюсь его распределять. И просто очень важно сейчас для меня конкретно уделить большое внимание прыжкам, потому что я несколько месяцев на прыгала. Но это довольно-таки легко. Это две тренировки и все, и легко. Но это шоу 3 дня назад, это будет дебют ваш шоу. Да. А теперь совершенно по-другому, наверное, вы себя ощущаете увереннее, спокойнее, да? Абсолютно спокойнее. Всегда чувствуешь себя спокойнее, когда знаешь, что ты делаешь. Так что, да, в этом году поспокойнее. Есть у вас еще какая-нибудь роль, которую вы бы хотели сыграть? Может, сказка какая-то из детства вам помнится? Я уверена, что у Ильи Авербуха еще в запасе очень много смысловерших идей. Например, таких, как Синеволосый Дороти, поэтому я думаю, что еще успею покатать всякие разные опыты.